Всем привет! И сегодня на канале В Стране Чудес будет очередной обзор полезных товаров для дома и кухни. Начну свой сегодняшний обзор я с простого. Приехали бумажные формочки для выпекания кексов. Я думаю, что тут обозревать особо нечего. Всё, что вам нужно, это просто выбрать цвет, какой захотите. Я заказала себе ещё, во всяком случае, первый раз заказывала на Алиэкспресс. Думала, что придут помятые, но нет, всё приехало целое и невредимое. Далее, такой небольшой ответ на вопросы. Вот эти вот щипцы кухонные неоднократно мелькали в моих кулинарных, скажем так, рецептах. Сто раз говорила, что заказывайте по моей ссылке. Потом пишите мне, пришли какие-то фу, я решила взять покрасивее, а они нехорошие. Если я не забуду, сбоку вот здесь добавлю фотографию. Девочки, вот такие щипцы, вот как сбоку на фотографии, это пластиковые щипцы. И их покупать не нужно. Не нужно покупать, потому что, сейчас я вам покажу почему. Ну, хотя бы потому, что они просто начинают плавиться. Нужно покупать щипцы, у которых вот эти вот концы силиконовые. Они не плавятся, с ними ничего не произойдёт. Я оставлю две ссылочки, там где подешевле рандомный цвет. Какой цвет пришлют, такой пришлют. И чуть-чуть подороже, там можно выбрать либо красненькие, либо зелёненькие. Вот эти я брала рандомные. Прислали оранжевые. Я уже неоднократно говорила, что у меня в кухне есть такой бзик. Я покупаю всё или оранжевое, или зелёное. Вот просто повезло, что прислали оранжевые. И об оранжевом. Уже снимала вот такую воронку широким горлышком. Первый раз прислали мне красную. Второй раз в надежде, что пришлют салатовую, прислали оранжевую. Ну, слава богу, что оранжевую, что не какую-нибудь синюю. И этим я уже успокоилась. Теперь у меня две воронки широким горлышком. Применение им на кухне великое. Просто вот и заготовки делать, и что-то от чего-то пересыпать. Я очень часто, когда перемалываю кофе, мужу пересыпаю в баночку. Именно вот через эту вороночку очень удобно это дело делать. Ну, и теперь ещё о главном, о силиконе. Наконец-то дошла до обзора вот этой вот маленькой силиконовой лопаточки, которая уже у меня была в предыдущем моём кулинарном шедевре. Чем же она хороша, эта силиконовая лопаточка? Сразу предупреждаю, оставляю ссылку там, где покупала. Нужно выбирать доставку из Китая. Доставка из России стоит каких-то там бешеных денег. Поэтому доставку выбирайте из Китая. Вот эта лопатка, она полностью вся просиликоненная. Полностью вместе с ручкой. И в этом её плюс. Вот это моя лопатка старая, которая была куплена в наших российских магазинах. Посмотрите на её бока. Видите, да? Всё проплавлено. То есть, я думаю, я не единственная хозяйка, которая что-нибудь мешает и оставляет лопаточку в сковородочке. И она прекрасно плавится. Поэтому заказала себе вот такую силиконовую лопаточку, которая полностью просиликоненная. И если я её теперь оставлю в сковородке, ручка у неё не расплавится. Ну и так, для между прочим, я её хорошенько потестировала. Кто-то, конечно, видел мой шедевр. Там, по-моему, была капуста тушёная. Я ещё потестировала вот эту лопаточку на яичнице и на рыбке. Сейчас предлагаю вам небольшой кусочек теста посмотреть. Полевые испытания новой лопаточки. Вот как есть первый раз испытываю. В одной руке камера, в одной руке лопаточка. Так, одно яичко есть. Всё делаю одной рукой. Вернее, двумя руками, как вы понимаете. С яйцами всё одной рукой. Так, стоять, зорька. Сюда. Так. Всё, супер-пупер. Лопаточка зачётная. Испытания прошли успешно. Ещё один тест лопаточки на жареной рыбке. Так. Ну вот, всё замечательно. Супер. Лопатка просто обалденная. Оп. Жареную рыбку кладём на салфеточку, чтобы лишнее всё масло впиталось. Супер. Ну просто зачётная лопатка. Несмотря на свой крошечный размерчик. Прям вот нравится она мне. Радует и радует меня. Надеюсь, тест вам понравился. Вы убедились, что в принципе, несмотря на свой достаточно крошечный размер, лопаточка очень даже рабочая. Вот моему мужу она не понравилась. Ну, посмотрите, мужская рука и женская рука. Мне эта лопаточка очень понравилась. Мне вот ей прям удобно-удобно. Прям вот в данном случае размер имеет значение. И то, что он маленький, очень хорошо. Мне вот понравилось. Вот даже по сравнению с этой лопаткой. Видите, насколько она меньше? Но она мне понравилась. Даже ручка, насколько короче. Вот если вот так вот взять. Вот насколько она меньше. Но мне эта лопаточка безумно-безумно понравилась. Единственный, конечно, минус, что она для меня добиралась очень долго. И вот теперь вот эту лопатку могу смело просто выкинуть в мусорное ведро. Наконец-то сняла обзор на эту лопатку. Поехали дальше. Поехали дальше. Дальше ещё одно очень интересное приспособление. Я уже показывала его в обзоре. Это так называемый такой держатель для швабры. Я думаю, что всем знакома ситуация. Любой женщине в доме, у которой есть швабра, знает, что такое, когда эта швабра постоянно падает. Обычно где она стоит? Либо в туалете, либо в ванной. И она постоянно где-нибудь мешается. Она всё время падает. Она занимает место. У многих, допустим, они стоят в туалете. И ещё есть кошка. И даже бывает не одна. И там ещё эти кошачьи лотки. И всё это надо куда-то пристроить, приспособить. Вы знаете, удивительно. Пока готовилась к этому обзору, обнаружила, что мне нужно ещё одну такую штуку. Потому как обнаружила ещё одно полезное свойство вот этого держателя для швабры. То есть, он на присосочке крепится. Сначала вот в таком положении. Мокренькое. Вот так вот прижимаем к стеночке, к кафелю. Можно, в принципе, если пластиковые панельки, если они гладкие, глянцевые, тоже приклеится. Потом вот так вот зажимаем. Вакуум вот эту присосочку присасывает. Всё хорошо. И дальше вот сюда вот. Вот что. Чтобы вам как-то продемонстрировать, как будет держаться швабра, я взяла расчёску. Расчёску покупала в нашем российском магазине. Не знаю, может на Алиэкспрессе что-нибудь подобное есть. Но я покупала в наших российских магазинах в Улыбке Радуги. Если мне не изменяет память. Значит, швабру вы вот так вставляете. Сейчас ещё что-нибудь у меня вылетит. Вот так вот к стеночке. И вот она у вас вот так вот висит. Хотите висит, хотите просто стоит, но прислонённая к стенке никуда не падает. Это очень-очень удобно. И вот пока я вот это демонстрировала, я решила, что как раз для расчёски в ванной мне такая присосочка ещё одна нужна. Вот нужна, потому что я сейчас приучаю ребёнка мыть расчёски. И потом эти расчёски где-нибудь мокрые лежат. Вот так вот она у меня помоет и повесит в ванной, чтобы там с неё всё стекало. Так что штука просто гениальное изобретение, как всегда китайцы. Ну, я думаю, что они опять у кого-нибудь стырили идею. Это они умеют. Сейчас ссылочка вот на эту вот сгорела. Вот у меня такой дикий оранжевый цвет. Оставлю ссылочку, где можно купить более пастельных тонов. Я себе заказала уже. Вроде как беленькую заказала, но у продавца написано, что фиолетовая. Ну, не знаю, что приедет, потом покажу. Так, в целом, вещь очень полезная. Рекомендую. Более того, сегодня в группу себе ВКонтакте добавила вот такую же подобную штукенцию. Стоит она вообще там 30 с чем-то рублей. 37, по-моему, рублей. Но разница в том, что вот эта вот на присоске, а та на липучке. Очень дешёвая. Там тоже можно выбрать цвет. Сами смотрите, какую покупать. Ну, вещь классная. То есть, туда не только швабру, туда можно много чего повесить. По большому-то счёту. То есть, даже с небольшим каким-то диаметром, даже вот это вот будет держаться дело. Видите, такая тоненькая. То есть, приспособить эту держалку можно под многие вещи. И вот там, где на липучке, там показано, что вообще такая держалка для зонтиков. Ну, вот так вот. То есть, любые вещи, использование любых вещей ограничено только нашей фантазией. В этом убеждалась я уже неоднократно. Ну, и сегодня на сладенькое будет немножечко автотоваров. Вот такую сетку, если мне не изменяет память, я уже показывала. Классная вещь. Просто необходимая в автомобиле. В принципе, можно даже, если у кого-то есть дома, ковёр ещё висит. На ковёр тоже пристегнётся. Здесь вот такие вот крючочки, как на липучках. Пристёгивается это на войлок, в основном в багажнике. Сетка очень классная. Она тянучая. Вот такая вот. То есть, тут есть... Она не просто вот сетка-сетка. То есть, она вот именно с донышком. То есть, сюда можно что-то поналожить. Так, нет, не будем расчёску ложить. Она сейчас за всё будет цепляться. То есть, сюда можно всякого-всякого поналожить. Могу точно сказать, что полтора литровую бутылку с водой. И даже огнетушитель эта сетка выдерживает прекрасно и замечательно. То есть, всякие тряпочки, перчаточки и ещё какую-то мелочёвку, которую вы возите в автомобиле где-нибудь в багажнике, чтобы не болталось по всему багажнику. Можно уложить такие сеточки. У меня одна такая сеточка уже есть в автомобиле. Заказала вторую, потому что вот просто без неё, как без рук. Вещь просто классная. Стоит что-то в районе 100 рублей. Сейчас уже не помню. Но, опять же, рекомендую. Вещь просто обалденная. Обязательно купите. У кого есть автомобиль, не пожалеете. Вещь классная. Просто вот супер-пуперская. И приехало вот такое мне чудо. Это мечта многих автовладельцев. Просто вот вы грезите вот этой вот вещью. Это, ребятки, мусорное ведро для автомобиля. Знакомая ситуация, да? Я надеюсь. У многих ситуация такая, когда не знаешь, куда деть какие-нибудь салфеточки, какие-нибудь стаканчики и ещё что-нибудь. Здесь вот такое вот горлышко. Здесь вот так вот на резиночке сделано. То есть сюда вы кидаете. Есть держатель. То есть можно за подголовник это дело всё прицепить. Так, прицепляйся. Прицепить за подголовник. То есть вот здесь вот ремешочек можно отрегулировать как хотите. Наполняете это мусором. И дальше, о чудо. Нижняя часть на липучке. Оп. Взяли вот так вот и высыпали весь мусор. То есть вы до него даже дотрагиваться не будете. То есть сняли с подголовника, вынесли в мусорное ведро, вытряхнули. И, как говорится, будет вам счастье. Плюс вот этот вот мусорный мешок всегда можно постирать. То есть он сделан из такой плащёвочки. Если вдруг вы что-нибудь наложите такое и испачкаете, всегда можно постирать. Я уж чего только не приспосабливала в автомобиле. У меня есть крючочки, которые там ещё у меня едут, потому что у меня ребёнок их испортил. Вот. На крючочки вешала пакетики. Пакетики шуршат. Пакетики куда-то всё время теряются. В общем, ну вот эта вещь просто, я считаю, гениальное изобретение. Я рекомендую. Сейчас стоит 113 рублей. Всего лишь навсего. Ну просто классная штука. Если у вас нет своего автомобиля, есть смысл кому-то даже подарить такую штуку. Я думаю, что человек будет рад. В принципе, не только для мусора. Много чего можно сюда напихать интересного. Можно даже просто бутылку с водой возить в этом мешке. То есть сюда бутылка воды обязательно влезет. Даже полтора литровая легко войдёт. А может даже двухлитровая не измеряла. Не знаю. Так, сейчас что у меня в доме есть? У меня есть в доме детское шампанское. Детское шампанское. Сейчас проверим. Вот такая вот здоровенная бутылка. Сейчас посмотрим, как она сюда войдёт. И как она выдержит, не выдержит. Сейчас. Нет, не войдёт. Нет, входит. Смотрите, она входит и выходит. Мой любимый размерчик. Всё вошло. Всё вошло. То есть она полная. И всё держится. То есть воду в таком мешочке можно легко возить. Без проблем. Супер. Это что? Это детское шампанское. Ну просто лимонад. Все же знают, что это такое. Так что вот так вот мешок прошёл все испытания. Можно смело брать. 113 рублей. И будет вам счастье. Собственно, а на этом сегодня всё. Все ссылочки, как обычно, внизу в описании под видео. Не забывайте ставить лайки и грозные дизлайки. А также делитесь в комментариях, что из этих вещей по-вашему очень нужно, а что совсем не нужно. Ведь все мы разные. Кому-то что-то понравилось, а кому-то что-то нет. Ну и кто ещё не у меня в группе ВКонтакте, заходите, становитесь участником моей группы ВКонтакте. Ну а я на этом сегодня с вами прощаюсь. Как всегда желаю всем удачных покупок, мира и добра. И пока-пока!